Да не снимайте коробку. Да не влезет вам в лифт, я тебе говорю серьезно. Всем привет, вы на канале GadgetMoney, это новое видео, перезагрузка. Поехали! Открыв коробку, внутри вы увидите вот такое вот чудо. Это электрический самокат KUGA M4 Pro. У него очень интересные технические характеристики. Запас хода примерно 40-45 километров. Максимальная крейсерская скорость тоже 40-45 километров. Батарея на 16 тысяч миллиампер час. Складные все механизмы. Рулевая рейка полностью складывается, сидение полностью снимается. То есть можно использовать даже стоя. Но именно эта модель тем и примечательна, что на нем можно кататься полностью сидя. В комплекте в коробке лежит вот такой вот интересный конвертик, можно сказать, маленькая сумочка с надписью Toolkit. Здесь вы найдете все необходимые инструменты, шестигранники и ключ для того, чтобы вы смогли самостоятельно разобрать, собрать и, если что, отремонтировать в дороге самокат. Также в комплекте есть зарядное устройство, оно ничем не примечательное. То есть оно практически так же, как для ноутбука. Единственное, что у него свой уникальный выход. Вот такая вот штуковина. Обычное зарядное устройство. Единственное его преимущество со встроенным вентилятором. Для того, чтобы в процессе зарядки все это дело не нагревалось, как сатана. В продаже есть несколько вариантов расцветок. Это черный, также есть белый, еще есть серый. Черный понравился мне тем, что у него такие вот красные вставки на деки для ног. То есть вот это вот дека, куда непосредственно сам владелец и пользователь самоката складывает свои ноги в процессе езды. Дека широкая, хорошая. Я уже проехал на этом самокате порядка 75 километров и готов поделиться с вами первыми впечатлениями. Это, можно сказать, первое знакомство, то есть распаковка. Распаковывать самокат на самом деле такое себе занятие, поэтому решил это сделать вот в таком вот формате. Давайте посмотрим, из чего состоят, соответственно, управления. У нас есть вот такая вот замечательная фара, есть передняя, есть, соответственно, заднее колесо. В заднем колесе установлен мотор, то есть это мотор-колесо, мощностью 500 ватт, батарейка емкостью 16 тысяч миллиампер час. И все это амортизируется передними и задними амортизаторами и управляется передними и задними тормозами. Ну а управляется все это с помощью вот такого вот руля. Руль регулируется по высоте, то есть вы можете выставить его на любую высоту. В принципе, подойдет под любую ростовку, но для взрослых дядек более чем нормальная вот такая вот высота. На руле у нас есть органы управления, это передний и задний тормоз, включение фар, включение звукового сигнала. На правой ручке также есть у нас стационарный компьютер, который отвечает за включение-выключение самого самоката, то есть подачу электропитания, а также переключение передач. Вот так вот выглядит компьютер, управляющий самокатом. Есть спидометр, есть отметки, какой уровень заряда батареи, есть общая информация о количестве пройденном, то есть сколько вы проехали уже на самокате. Также можно переключаться, допустим, засекать режим непосредственно сколько вы от точки А до точки Б, дальше расход у нас по батарейке, ну и собственно время в пути после первого включения. Скорость у самоката 3, первая, вторая, третья, регулируется это другой кнопочкой, то есть второй, первая, вторая, непосредственно третья. На первой скорости самокат разгоняется максимум до 11-12 км в час, на второй скорости самокат разгоняется от 0 до 25-28 км в час, ну а третья скорость позволяет разогнать самокат на ровной дороге до 40-45 км в час. На самом деле в городских условиях 30 км в час это более чем комфортная скорость для того, чтобы вы почувствовали и удовольствие, и, как говорится, насладились быстрой ездой. Я не просто так начал снимать это все вечером, для того, чтобы вы в полной мере насладились цветом музыкой, которую показывает во время езды данный вид транспорта. Есть стоп-сигнал, есть передняя очень мощная фара, а также китайцы были бы не китайцами, если бы они не внедрили сюда вот такую вот светодиодную подсветку. Но есть также и полезный функционал, то есть это поворотники. В темное время суток, в принципе, вы не заблудитесь, то есть вас будет видно, на вас не наедет никакая большая машина, но говорят, что можно как-то выключать вот эту подсветку. Я пока еще не разобрался как, но, в принципе, надо будет просто посмотреть более детальные инструкции. Вообще обзоров и более подробных рассказов есть только от продавцов, но я сейчас не продаю, я вам сейчас просто рассказываю о своих первых ощущениях и знакомлю вас вот с таким вот агрегатом. Вблизи подсветочка выглядит следующим образом. Фара на самом деле очень яркая. Самокат выполнен из металла, я не знаю, какой это сплав, но выдерживает он до 160 килограмм. Конкретно эта моделька есть и другие, то есть для детей. Это уже рассчитано на более взрослых и толстых мужчин или женщин. Есть у нас подножечка, в принципе, все это дело весит 25-26 килограмм. Особо не натаскаешься, но я уже приноровился и могу его поднимать, допустим, по лестнице или еще как-то. Ну и какое же транспортное средство без вот такого вот гудка? Давайте обратим внимание на заднее крыло. Это я нажимаю ручку тормоза. То есть понимаете, да, как все продумано? Кто двигается сзади вас, если вы едете по дороге, то он обязательно поймет, что впереди что-то, в принципе, оттормаживает. Или кто-то. Вы, наверное, спросите, где находится батарея. Ну, вот батарея находится вот в этой деке. То есть куда вы ставите ноги, там находится батарея. Это первое знакомство с самокатом Kuga M4 Pro. Я обязательно буду вам рассказывать о нем еще и еще много-много раз. Обязательно покажу, как на нем кататься, как комфортно кататься, какую максимальную скорость он развивает в действительности. Поэтому подписывайтесь на канал, не пропускайте новых видосов. Сейчас они будут выходить с хорошей периодичностью, поэтому совсем скоро увидимся. Подписывайтесь, жмякайте на колокольчик. Всего доброго. Пока-пока.